Ну что, друзья, мы идём с вами сегодня в магазин Коз. Как я и надеялась, там будут распродажи. Вот написано, что до 60% распродажи. Пойдёмте посмотрим, что есть на сейле, что интересно. Ну что, девушки, мы в примерочной, в Коз. Я набрала много вещей на распродаже, много, и хорошие сейлы. Вот видите, по 70%. Ну, в Коз цены как бы изначально недешёвые, но, вы знаете, по сравнению с другими масс-маркетами, я стала смотреть, что как-то везде так подорожало всё, а в Коз как бы, ну как было дорого, так и осталось. Поэтому ничего страшного. Так, я в своём любимом пальто, шарф. Потом у меня сейчас такое платье, я вам сейчас сниму, покажу. У нас так холодно стало, а я что-то не поняла с утра, и вышла вот в лёгком пальто вместо пуховика. Хорошо, хоть я додумалась шарф надеть, так я хоть им закручиваюсь, и мне уже не так холодно. Сейчас сниму пальто, покажу вам платье. Так, платье это у меня есть такой же расцветки, вернее, такой же фасон, но только другой расцветки. Другую клеточку, вот эта расцветка мне очень нравится. Брошечку нацепила, чтобы прикрыть грудя, потому что здесь очень большой вырез, а я с работой. Вот, это прям я очень люблю платье, тоже из Zara. Купила два платья одинакового фасона, но разные расцветки. Я это часто делаю, когда мне что-то нравится. Хочу обратить ваше внимание на то, здесь есть шов, на то, как совмещен рисунок. Вот, это платье из Zara. Хочу вам продемонстрировать, что иногда даже Zara заморачивается вот с тем, чтобы совместить клеточку. Единственное, что этому платью много лет, сейчас, может, они уже так не заморачиваются, но вот здесь нет. Честно скажу, что в боках не заморачиваются, но спереди хотя бы заморочились и совместили рисунок. Все, давайте примерять. Смотрите, первое платье мне реально нравится. Очень симпатичное платье, оно как бы летнее, потому что оно без зерков. Но оно вязаное, трикотажное. Под него можно надеть любую блузу, свитер, какой-то топ с длинным рукавом, лонгслив, и сразу оно станет как сарафан, понимаете, зимнее. Потому что оно вязаное, трикотажное, довольно такое плотное. И мне очень нравится его фасон. Видите, как оно сделано? Это очень маленький размер, по-моему, смол. Но вот эти вот платья в кост, я знаю их. Я даже хотела взять экстра смол, потом подумала, ладно уж, ладно уж, возьму смол, чтобы уже так не это. В общем, вот эти вот платья у них, широкие вот эти платья, они всегда очень-очень овермерят, оверсайз, ну, оверразмерничают, как это сказать. И вот это вот реально, реально красивый цвет и очень-очень хороший такой фасон, комплементарный для меня. Я считаю, что мне не нужен размер ни меньше, ни больше. Мне кажется, что мне вот так вот хорошо, хорошая длина, очень симпатичная платьица. Смотрите, снимусь вам в полный рост. Мне кажется, очень классное, прикольное платье. Сейчас посмотрю в состав, цену, всем расскажу. Это все распродажи. Так, сейчас сниму, потому что всего столько не запомню. Значит, 47% хлопок, 43 вискоза, 9 полиамид и 1 эластан. Очень хороший, хороший состав. Стоит оно 150 долларов и 40% на него скидка, значит, оно будет где-то долларов 80, размер смол. Не 80, а 90, 150, 40% это получается 90 долларов. Ну, дороговато, мне кажется, все-таки для такого платья. Но платье неплохое, оно очень симпатичное и неплохо выглядит. Второе платье, это черное. Меня в последнее время тянет на черное очень сильно. Это такие вот из разряда черных косовских платьев, которые всегда в теме, всегда очень классные. Единственное, что мне не нравится, вот это вот здесь вот под горло, вот эта резинка, прямо-прямо близко-близко к горлу. В чем же проблема с распродажей в кос? По-моему, там, если распродажа больше 50%, нельзя сдавать или что-то такое, я не помню точно. Ну, в общем, короче, надо хорошо думать в магазине, покупать, не покупать. Выглядит оно как монашеская ряса, но на самом деле у него очень интересные рукава, такие разные длины. Видите, какие красивые? И карманы есть. Мне кажется, это вискоза, я проверю состав. Небольшой такой разрез в боках. Вот, если его надеть с красивым вот сюда украшением, понимаете, то таким ярким, очень каким-то большим, таким широким, то как раз вот это платье может служить очень классной такой основой для очень красивого украшения. То есть черное платье такое. Кстати, это размер четвертый, но оно тоже очень большое. Ну, нормально. Ну, вот сюда вот что-то повесить яркое, красивое украшение. Боже, я такая охотная. Вообще, девочки, я хочу сказать, что я пришла поздно. Здесь уже идет по всю распродажу. Раскупили все размеры, в общем, раскупили все. Ну, вот оно мне реально нравится. Оно очень универсальное. Черное платье на все случаи жизни. Если надеть красивое украшение, то оно может прям быть очень-очень элегантным, эффектным платьем. Смотрите, какой оно длины. Смотрите, в нем есть карманы. По-моему, оно у меня очень стройнится. Рукав шикарный. Рукав такой интересный. Сразу получается такое интересное платье. Длина нормальная. Мне обычно вообще в кос все в пол. А здесь, в общем-то, не страшно. Красивый рукав, конечно, неплохой. Так, это 100% вискоза. 185 долларов оно стоит. Это четвертый размер. Представляете? И на него сейчас 60% скидка. Это значит, что он будет 70 долларов стоить. Интересно. Подумаю. Очень подумаю. Так, прикольный совершенно розовый свитер. Мне кажется, он чисто шерстяной. Очень красивая вязка. И цвет прям такой барби-барби-баблгам. И шортики. Смотрите, какие шортики. У меня нет другого топа, поэтому я вам буду показывать вот так. Вот так. Значит, вот такие вот шортики летненькие, легенькие. С такой вот ткани. Здесь прямо вот здесь эта прицепка прищеплена в размер ларч. Мне кажется, они мне чуть-чуть великоваты. Но вы знаете, у меня столько здесь брюк с собой, что я, наверное, все-таки... Вот эти вот брюки, которые мне очень нравятся, но они большого размера. Я боюсь, что они мне будут великоваты. Ну, подождите. Давайте все по порядку. Значит, свитер мне нравится. Мне кажется, он шерстяной. Очень красивый цвет. И обалденная вязка. И вот такие вот летние шорты. Шорты сейчас в моде ужасные. Но в моде сейчас микро-шорты. Совсем коротенькие. Но это для молодых. Вот. Как-то они мне великоваты. Как-то они болтаются, мне кажется. Ну, и вообще, шорты. Шорты можно купить дешевле, чем в куст. А вот свитер прям реально... Реально классный. Это ларч. Посмотрите, он такой хорошего размера. Он не очень большой. Он не очень не берсайз. Он прямо очень классный. Единственное, цвет прям такой сильно розовый. Хотя, с другой стороны, у меня столько всяких серых, там, черных, синих. А вот это вот прям такой... Единственное, что еще, он очень тяжелый. Он такой плотный-плотный вязкий. Довольно тяжелый. Так, шортики не нашла состав. Вот хоть убей, искала, искала, не нашла. Стоят они размер ларч. Видите, 175 долларов. И на них 70 процентов. Это значит, они будут 50 или 50 или 60 долларов. Что-то такое. Значит, у них резинка по всему поясу. Размер ларч чуть-чуть не великоват. Был бы мидиум, было бы лучше. Вот они вот такого вот интересного качества. Я думаю, что это или вискоза, или поплин какой-то типа. Ну, в общем, симпатичные шорты. Но 53 доллара, что-то я не знаю, за шорты. Они прям такие, такие... Ну, классные, не знаю, подумаю тоже. Так, смотрите, какие классные брюки. Но очень длинные. Надо будет коротить. И прям, мне кажется, слишком они слишком по ларцу. Слишком широкие. И вот чуть-чуть они мне... Хотя, наверное, как раз... Ну, в общем, брюки интересные, но как-то, мне кажется, они слишком широкие. Слишком много ткани. Надо будет их чуть-чуть подкоротить. Хотя вот палацы должны быть вот такие вот в пол. Но поскольку это брюки зимние, у нас в пол не походишь зимой. Потому что они все превратятся в как вот тут же. Все вот в соли, в льду. Вот. А так брюки очень классные. Понимаете? Сильно подкоротить их нельзя. А оставить их длинные, это как бы... Они реально вот будут пополу волочиться. Хотя мне нравится фасон. И сидят неплохо. Размер нормальный. Надо ли состав хороший. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Так, состав сложный, но хороший. Значит, 67% шерсть. 67% шерсть. 5% кашемир. Остальной нейлон. И что-то еще. Вот. То есть, в принципе, хороший состав. Они стоят 175 долларов. Это размер 12. Мне вообще-то нужен был бы 10. 175 долларов. И на них 70% скидка. Это получается... Сейчас посчитаю. Не так не знаю. Так, они получаются 53 доллара. Прям очень хорошая цена для такого состава. И да, они не длинноваты. Но, в принципе, за такие деньги можно и подкоротить. Правда же? Мне кажется, классные брюки за 53 доллара. 60 там чем-то шерсть. 5 кашемир. То есть, в 70% у них фактически шерсть и кашемир. Все остальное синтетика. Но это как бы совсем мало. 53 доллара. Прекрасная цена. Эх, классные брюшки, но маленькие. Я знала, что они мне будут маловаты. Но я все-таки решила взять, примерить. Это 8 размер. Мне нужен 10. Видите? Я даже не могу их застегнуть. И у меня, значит, карманы так оттопыриваются, торчат. А вообще брюки классные. Тоже, по-моему, это шерсть. В тонкую-тонкую полоску. И вот у них хорошая длина и хорошая ширина. То, что надо. Немножко такие тоже клешные. Но не слишком клешные, но слишком длинные. Но маленькие. Пойду еще в эту, потом поищу. Может быть, я найду там. Потому что я не нашла 10. Может быть, я найду 10. Если нет, то нет. Жалко. Хорошие такие брюки. Красивая расцветка. По-моему, шерсть сейчас посмотрю 100%. Сейчас посмотрю, сколько цена и что. Так, музыка орет в магазине. Ужас. Так, у них обычно иногда бывает тише. А сегодня ужасно. Значит, брюки действительно из стопроцентной шерсти. Очень-очень хорошего качества. Прямо ткань. Прямо... Вот чувствуется. Я сразу почувствовала, что это шерсть. Ну и вот это вот, видите, у них responsible шерсть. То есть ответственная шерсть. Видите, восьмой. Мне нужен десятый, как минимум. А то и лучше двенадцатый. Потому что вот эти вот брюки, вот эти вот, были двенадцатые. И если бы они еще были такие, знаете, вот эти вот, например, за щипом. Еще одни я принесла, еще не мерила. Они, может быть, и размерчик поменьше был бы ничего. А эти прямо, они узенькие. Сверху вот здесь. Поэтому, конечно, восьмой мне никак-никак. И у них получается, значит, 225 долларов цена. И на них 50% скидка. То есть это 100, ну, в общем, 112-115 примерно так долларов. Тоже неплохая цена для чистой шерстьяной брюки. Брюки вот реально, посмотрите. Ткань просто, просто чувствуется, берешь в руки. И очень-очень хорошее качество ткани. Так, еще одни брюки. Очень неплохие. Высокая посадка. Вот это десятый размер. И они мне прямо тютелька в тютельку. Даже можно было и 12, в принципе. Видите, карман немножко оттопыривается. Вот такие вот. Хорошая длина тоже. Вот удивительно, что брюки мне косовские по длине хороши. Платье мне всегда длинные, а брюки мне хороши. Но это такие летние бежевые брюки. У меня, в принципе, есть такое похожее. Я как-то в кос тоже покупала. Да, это десятый. Похожее у меня есть. Так что я не знаю. Но брюки хорошие. Посмотрите, какой хороший фасон. Такой с защипами. Правильный такой фасон. Правильный крой. Правильные брюки. Высокая посадка. Нигде не будет сползать. Хорошие брюки. Хороший цвет. Такой летний. А не летний, мне кажется. Ну, сейчас много чего летнего на распродаже. Но посмотрим. Не знаю. Так. Брюки состав. 77 вискоза, 23 лёв. Хороший состав. Видите, вот такое качество. Как будто бы лён. Но не совсем. Стоят они 190 долларов. И на них 60 процентов. Это значит, они будут... Ой, 75. Что-то такое. Ну, примерно, в общем. Десятый размер. Да, хорошего качества. Такого, знаете, на лето. Прямо то, что надо. Сшит. И хорошо, конечно, как всегда. Косовские все брюки. Вот. Не знаю. Тоже подумаю. Подумаю. Так, смотрите. Свитер. 70 процентов шерсти. 30 процентов какой-то синтетики. Я не знаю, почему он был такой дорогой. 225 долларов. Даже не чисто шерстяной. У них иногда чисто шерстяные свитера стоят дешевле. Ну, вот. У него, может быть, потому что такая вот вязка. И очень красивая. Красивая вязка. И вообще очень красивый свитер. Значит, он стоил 225. На него 70 процентов скидка. Значит, он будет стоить 68 долларов. Это прямо недорого. Прямо хорошая цена. Для 70 процентов шерстяного свитера. И он вот такой красивый. Красивый вязкий. Единственное, что он тяжелый. Какой-то тяжеловатый. Такой, знаете, тяжелый. Тяжелый свитер. Потому что вот эти все косы, они, конечно, создают много ниток ушло. И, конечно, это тяжеловато. Но красивый. Очень красивый. Так. Дорогие девушки, вот такие у нас были сегодня примерки. Есть в кос хорошая распродажа. Есть хорошие вещи. Хотя очень-очень у нас почти не осталось размеров. Я так понимаю, что распродажа идет, видимо, где-то с конца декабря. И я, конечно, на много чего уже опоздала. Но я хочу сказать, что я, может быть, еще зайду на следующую неделю. Потому что, или через какое-то количество дней, потому что у них подвозят. У них еще подвозят. Обычно вот то, что висит в зале. Придешь через неделю, там еще что-то подвезли. К сожалению, у нас нету кос онлайн в Канаде. У нас невозможно заказать ничего онлайн. Вот такая у нас история с косом. Вот. Но, может, подъеду еще раз в магазин. Посмотрю. Вообще спрошу. У них, когда скидки кончаются. Может, это вообще уже последняя неделя. Может, уже больше ничего не будет. Хотя в магазине еще много всего висит. Но у них как раз такая ситуация, что у них все, что остается с сейла, они потом ввозят какой-то там вверх, какой-то склад. А потом в следующую распродажу они снова привозят. То есть тут вещи висят, которые я уже вижу там по три года, по четыре года. Они уже в магазине такую ротацию крутят. Вот. Поэтому то, что они не распродают, они просто увозят куда-то, потом снова привозят и продают. А у нас на все Торонто два коса только. Вот этот и еще один. Да, да. Да, да. Торонто. Так что, в принципе, они как-то вот ротируют эти вещи. Все, девочки. Такое было видео. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Всех любят. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай. Бай-бай.